Друзья, всем привет! Меня зовут Алёна, я из команды JuGuru Group, и я представлю нашего следующего спикера. Это Никита Лепилин из PVS Studio с докладом на спике SASP SCA «Поиск дефектов безопасности в коде проекта и его зависимости». Никита – руководитель команды разработки C-Sharp-анализатора PVS Studio и большой фанат статического анализа. Помимо руководства команды, он занимается программированием, написанием статей и участием в конференциях, чему мы очень рады. Расскажу буквально пару слов о его докладе. Средства SASP обнаруживают дефекты безопасности в исходном коде, а SEA решения ищут зависимости с известными уязвимостями. Реально ли совместить их функциональность в одном инструменте? Как и зачем это пользователю? Именно об этом Никита нам сегодня расскажет в своем докладе. Я напоминаю о том, что вы можете задавать свои вопросы в чате нашего доклада. Он находится справа от плеера. Либо можно присоединиться в чат и в Telegram и задавать свои вопросы там. Давайте пригласим Никиту. Субтитры создавал DimaTorzok Никита, привет! Привет всем! Как твои дела сегодня? Как настроение? Все отлично. Прекрасный день у всех. Никит, супер! Расскажи, пожалуйста, кому в первую очередь будет интересен и полезен твой доклад сегодняшний? Слушай, ну, мне кажется, что в первую очередь это касается, наверное, разработчиков и, может быть, руководителей разработческих команд. Потому что тут, наверное, знаешь, даже мало разработчику увидеть полезности таких каких-то инструментов по поиску дефектов безопасности. Важно, чтобы это было донесено до какого-то руководства, чтобы эти инструменты действительно внедрялись. Поэтому, мне кажется, что и руководству, и самим разработчикам, конечно, это будет полезно, чтобы просто видеть, что, оказывается, вот так-то можно помогать себе делать проект более безопасным, более устойчивым. Отлично. Ну, что ж, начало уже крайне интригующее. Тогда я не буду отнимать время от твоего доклада и передаю тебе слово. Хорошо. Итак, собственно, на стыке SCSS. Для начала, в принципе, я предполагал вот такое представление. Вот этот веселый парень, очень на картинке, это я. Вот, в принципе, про меня тут уже все сказали, поэтому не будем терять время и перейдем, наверное, дальше. Я буду сейчас рассказывать про два вида угроз, которые нависли над каждым проектом программным. И первый вид угроз — это такие видимые угрозы, которые я называю видимыми. И это ошибки и какие-то странности в исходном коде. Собственно, вот эти видимые угрозы, они, как правило, кроются в коде именно вашего проекта. Если с продуктом что-то не так, то именно в вашем проекте, вероятнее всего, какая-то проблема. Это не значит, что ошибки такого плана очень легко найти, потому что проект тоже может быть большой, и, соответственно, найти там что-то очень сложно. Но исследуя свой исходный код, можно, конечно же, такие ошибочки отыскивать. Иногда можно просто посмотреть на какой-нибудь метод, например, там, ну, просто поизучать код или просто там заглянуть, вот такой, опа, тут ерунда какая-то написана, да? Вот. А это еще как бы полбеды, вот, хотя тоже, ну, не всегда просматривается весь код проекта, потому что его очень много. А иногда, конечно, чтобы увидеть, что тут реально проблема, нужно глубоко, хорошо очень знать проект, знать, какие методы что возвращают, как вообще что работает, что, конечно, ну, в общем, не всегда получается. И для упрощения поиска многих проблем, каких-то странностей, каких-то вот несостыковочек, нелогичных, на самом деле, в первую очередь, моментов, может быть использован статический анализ, который все это вот пытается просчитать, посмотреть. Статический анализ можно условно разделить на тоже два подвида, я считаю. Это статический анализ, так сказать, на лету, такое автоматическая проверка кода, оно встроено в IDE, работает достаточно быстро, то есть, ну, прям автоматически, да, мы не включаем его никогда, оно само работает, вот. Но, естественно, анализ это достаточно поверхностный, вот. Ну, для примера, это подсвет каких-то присваиваний в Visual Studio, в принципе, там, Quintrider, там, и прочие ID-шки тоже. Такие штуки обычно умеют, вот. Глубокий статический анализ — это уже штука, которая занимает определенное время в зависимости от размера проекта. Ну, и, ну, конечно, там, не прям какие-то гигантские размеры времени на маленькие проекты, да, то есть небольшие проекты, они быстро анализируются тоже, но все-таки его надо прямо вот взять и включить самостоятельно, проанализировать один файл или, там, проект и типа того, вот. Глубокий статический анализ, он уже смотрит очень, так сказать, в общем-то, глубоко, да, он просматривает, какие значения могут быть у каких переменных, выражений в, там, данный момент, вот, и какие-то делает выводы на основании этого, смотрит, что произойдет, если вот тут будет вызван, там, этот метод, там, какие значения будут, что случится, если передать такой аргумент, ну, и вот прочие моменты. Вот, соответственно, здесь также используются самые разные подходы и технологии. Ну, PWS Studio, да, над которым я в том числе работаю, это пример такого анализатора. Небольшой, маленький примерчик ошибки. Мы очень любим приводить примеры ошибок, и здесь вот будет один примерчик из статьи, которая была написана некоторое время, несколько месяцев назад, по-моему, у нас. Вот, мне эта ошибочка очень нравится, она суперредкая, практически никогда. Я вообще, честно говоря, только один раз такое видел, но, тем не менее, вот у нас анализатор, он много чего может ловлить. Вот одна из ошибок, которую может отловить анализатор, вот такая. Вот, может быть, вы уже видите, в чем тут проблема, может быть, еще нет. Но времени, к сожалению, не так много, вот, поэтому я предлагаю увидеть ответ. Вот, анализатор отлавливает такой вызов и видит, что, ага, строка в нижнем регистре, да, проверяется на то, что она заканчивается на строку, который символы разного регистра, что, конечно, ну, всегда ложная будет проверка. И, ну, я не видел, чтобы ID, да, или типа того могла такое отлавливать. То есть это действительно требует понимания, что там находится. Вот, у меня тут, кстати, стрелочка немножечко сбилась, к сожалению. Ну, ладно, ничего, небольшой косячок в презентации. Такс, от статического анализа можно перейти к такой теме, как static application security testing. То есть SAST — это уже тестирование именно наличия дефектов безопасности в исходном, ну, точнее, отсутствия дефектов безопасности в исходном коде. Это уже более такая серьезная штука. То есть не просто, что, ну, что-то там произойдет, не так будет работать, а именно на устойчивость к каким-то атакам, типа SQL-инъекции тех же, XSS, XXE, там LDAP injection, server-side request forgery. В общем, этих атак очень много, на самом деле, самых разных. Вот. И благодаря такой штуке, как taint-анализ, в принципе, чуть позже мы можем там отдельно поговорить поподробнее про это, довольно интересная тема, но с помощью вот этого механизма taint-анализа можно такие штуки ловить. Это пример уязвимости. Наверное, название вот класса SQL-команд должно намекать все-таки, что это за уязвимость, но я все-таки вот приведу более подробное объяснение. Итак, допустим, пользователь в поле user login формы ввел вот такое значение, оно у нас тут пошло-пошло, и получился вот такой вот интересный запросик, который здесь вполне сработает, и я проверял там, по-моему, на MySQL, что ли, я проверял. Действительно, здесь случится беда, будут удалены вообще все пользователи, кроме Роберта, конечно же, многоуважаемого, что не очень, наверное, хорошо. Можно подумать, что taint-анализ и SAST в целом ловят только такие прямо элементарные кейсы. Но здесь такой код никто не пишет, понятно. Но на самом деле нет. Это там все вот эти вот зараженные данные, так называемые, да, внешние данные, они могут перетекать туда-сюда, они могут как-то, допустим, переприсваиваться, объединяться с другими, складываться, там много всего. Могут передаваться в другие методы, и, короче говоря, это все тоже отслеживается, никуда не теряется, поэтому даже более сложные примеры статический анализ может ловить. Ну, тут вот предупреждение небольшое. Possible SQL injection. Вот. Как-то вот так. Второй тип угроз, который здесь я хочу осветить, это скрытые угрозы. Это более такая непривычная для меня тема, потому что я привык работать с открытыми угрозами, а тут, оказывается, есть еще какие-то скрытые. Что это такое? Собственно, становится очевидным, на самом деле, наверное, с первого пункта, но давайте по порядку. Проект, как правило, любой от чего-то зависит. Это либо какие-то стандартные библиотеки, ну, всегда мы зависим от стандартных библиотек на самом деле, и от сторонних библиотек, third party, компоненты какие-то, прочие-прочие-прочие вещи. Вот что-то мы загружаем через пакетный менеджер, или там, может, просто DLL-ку подложили, я не знаю, типа того. Вот. Как правило, если у нас продукт, и что-то с ним не так, ну, там, он уязвим к DDoS, я не знаю, или чего-нибудь еще, то мы и виним свой код, мы думаем, что мы виноваты, наверное, мы смотрим, что у нас там, что там происходит, вот. А может сложиться все у нас чистейший, прекраснейший код, прямо красота. А все равно вот мы уязвимы. А почему? А потому что уязвимы как раз именно наши зависимости, проблемы кроются именно в них, в этих используемых библиотеках. Это может быть куча, на самом деле, самых разных видов уязвимости. Это либо какая-то регулярка, из-за которой там все зависать может, и вообще встает, как бы, да, все приложение. Либо это какое-то неудачное разобнование нулевой ссылки, которое приводит к тому, что что-то падает, и в итоге у вас что-то не так работает, в общем, какие-то проблемы. Ну, или библиотека, например, просто берет, и почему бы и нет, как бы, утекают какие-то данные, и вроде того. То есть, ну, такое. Такс. А, я отвлекся на чат немножечко. Собственно, здесь я говорю не про то, что в библиотеке какой-то странный код, который может быть когда-нибудь там при каких-то выдуманных невероятных обстоятельствах, там что-то будет не так там, да и то вряд ли. Нет, я говорю здесь про то, что вот библиотеки содержат критические ошибки, которые реально стреляют прямо вот в голову. Стреляют, причем в голову, что интересно не себе, да, а тем, кто этим библиотеками пользуется. То есть, нам с вами, так сказать, обычным ребятам. От зависимости с уязвимостями перейдем к зависимостям с известными уязвимостями. Дело в том, что такие есть. Есть базы известных уязвимостей, Common Vulnerabilities and Exposures, в принципе, многие слышали про это. Есть другие базы, но мы, как правило, вот работаем с CVE. Вот, как правило, у многих баз есть маппинги своих каких-то вот, своей информации об уязвимостях на CVE. Собственно говоря, для того, чтобы была безопасной наша жизнь, да, наш проект, чтобы хорошо работал, стоит, наверное, убедиться, что в используемых библиотеках нет, по крайней мере, известных уязвимостей, потому что убедиться в том, что в используемых библиотеках нет вообще уязвимостей, к сожалению. Ну, по крайней мере, программно, автоматически так еще вроде как не придумали, как сделать, чтобы вообще, типа, прям все идеально было без уязвимостей. Но, по крайней мере, чтобы уязвимых, известных уязвимостей не было, ну, вполне можно этого добиться. И есть такой топ, АВАЗ по топ-10 2021. Ну, там их много версий, но это 2021 года вот такая. И там есть категория А6, которая посвящена как раз уязвимым или компонентам, которые давно, ну, не обновлялись, outdated components. Вот. Ну, правда, здесь мы больше говорим про именно уязвимые компоненты, то есть не затрагиваем особо вот эту тему устаревших, да, версии, именно вот про уязвимые. Хотя, в принципе, логично, наверное, считается с точки зрения безопасности обновлять свои компоненты, потому что чем более старой является версия компонента, тем, вероятнее, там, ну, есть какие-то косяки, которые кто-нибудь может использовать. Мы решили, допустим, что, ага, мы будем проверять наши зависимости, мы хотим, чтобы у нас все зависимости были классные и без всяких косяков, что делать, да, логичный вопрос. Как понять, вот, уязвима ли твоя зависимость? В принципе-то, что, легко? Есть же база, есть CVE, вот, можно зайти на сайт там и все искать. В принципе, в чем проблема? Проблема в том, что их немало, короче говоря, вот, достаточно. И беда в том, что записаны они там, короче, не то чтобы в самом удобном формате, то есть не получится, что там введем название зависимости, там, и оба, типа, мы там получили нужную информацию. Не, ничего подобного не будет. Это будет проблемно, на самом деле, достаточно. Вот. Даже если повезет найти какую-то нужную запись, а я хочу напомнить, что важно учитывать не только название зависимости, но и там ее версию, например. А если мы говорим, да, про сборки в библиотеке, то иногда, что было для меня, кстати, неожиданным, надо учитывать еще и под какую целевую платформу эта сборка собрана, потому что в одной, типа, в одном случае там есть, извините, в другом нету, типа. Ну, короче, вот так. Вот. Да, собственно, про версии я вот уже сказал, немножко опередив презентацию. И потратив время, допустим, на одну такую библиотечку, мы понимаем, что, блин, у нас там еще там их несколько десятков или сотен зависимостей, ну, его нахрен, типа, не будем ничего проверять. И так вроде работает и ладно. Ну, конечно, правильный подход не такой. Правильный подход все-таки искать готовые решения сначала, а потом делать свое, а не наоборот делать. Ну, как-то вот так многие тяготеют к каким-то своим простым решениям, особенно, чтобы, так сказать, ничего не искать, ничего делать. Ну, типа, вот, самые элементарные. Но есть, на самом деле, готовые решения. Собственно, они называются SSA-решениями. Вот. Это вообще очень широкая сфера. То есть здесь, если в общем сказать, да, определяются потенциальные риски использования стороннего и открытого ПО. То есть в целом это поиск, в принципе, проблем с зависимостями как таковых. Это супер такая. Причем на всем цикле разработки, насколько я помню. То есть там очень много, на самом деле, всяких возможностей у SSA. Может быть, к примеру, по-моему, для начала, самое первое, с чего начинался вообще это Setware Composition Analysis, это проверка совместимости лицензии используемой там зависимости и лицензии вашего проекта, под которым распространяется ваш проект. Вот. Потому что бывают и такие проблемки. Вот. Мы не будем в этом докладе особо много говорить про SSA как, ну, в целом, как бы, да, такую огромную штуку, а будем именно рассматривать с точки зрения обнаружения зависимостей, в которых есть какие-то известные уязвимости, которые могут влиять, соответственно, на работу и нашего, собственно, продукта. Как работает? На самом деле, в принципе-то вроде не очень сложно, вот, пока не начинаешь разбираться, типа, кажется, что все легко. То есть берутся какие-то данные из каких-то волшебных источников, которые нужно как-то найти, вот. Формируется некая база, вот, с уязвимостями и с названиями там зависимости, да. Вот. Она должна, естественно, быть какой-то удобной, чтобы быстро там искать нужные уязвимости для некоторых входных данных. Ну, там, им сборки версия там, получаем, что за уязвимости есть в этой сборке там или нет уязвимости, например. Ну, конечно, на практике все получится не так легко, к сожалению или к счастью, даже не знаю, вот. И там может быть очень сложная система. Собирать зависимости тоже можно по-разному, либо анализировать как-то проектный файл, допустим, если мы говорим про C-Sharp, да, либо можно там собрать проекты, считывать информации про DLL-ки и прочее, прочее. Можно как-то исследовать код. Но об этом способе подробнее будет чуть дальше. Такой небольшой спойлер. Мы с вами сейчас поговорили про SAST как отдельную концепцию и SAA как отдельную концепцию. И это, на самом деле, две совершенно разные вещи, казалось бы. В общем-то, их различия. SAST – это вещь, которая проверяет код в первую очередь. То есть это поиск каких-то потенциальных уязвимостей в исходном коде в целом, скорее. А SAA же проверяет именно зависимости. И, как правило, все-таки, ну, я, честно говоря, не припомню, может быть, и есть такое, но в целом, скорее, не код зависимости, а именно вот сами зависимости как таковые, то есть от чего проект зависит, чтобы там не было уязвимостей. Цели у этих штук разные. И способы достижения этих целей тоже совершенно разные. Совершенно по-разному они действуют. Ну, по крайней мере, так кажется. На самом деле реальность в том, что у этих штук одна и та же цель – это обеспечение безопасности приложения. Это одна цель. У них разные задачи, но цель, на самом деле, в принципе, одна и та же. И, кроме того, если подумать так, это две штуки, которые ты натравливаешь на проект и получаешь список каких-то предупреждений. То есть запускаем, получаем предупреждение. Также мы, естественно, на их предупреждение и там, и там как-то реагируем, там правим, например, да, и изменяем код. Ну, в случае SCA, соответственно, зависимость там обновляем, к примеру. Другие штуки помечаем как ложные. Ложные срабатывания, они актуальны и для SAS, и для SCA. Я слышал, говорили про какой-то инструмент проверки зависимости как-то, и там чувак жаловался, короче, что нет кнопки, что-то хрен с ним, или как-то так. Нет кнопки, короче, отстань. То есть инструмент ругался и ругался. И никак нельзя сделать так, чтобы перестал ругаться, постоянно выдавал вот это предупреждение. Это, на самом деле, печально. Очень хорошо, когда в инструменте все-таки есть какой-то механизм подавления предупреждений, иначе это очень неудобно. Вот. Соответственно, и SCA-средства, и средства SAS, и там просто статический анализ, в принципе, хорошо бы куда-то интегрировать, потому что консольная утилитка, конечно, это здорово с текстовым выводом, но никто с такой пользоваться нормально не сможет. То есть это нужно какие-то интеграции, нужна какая-то обвязка в виде каких-то утилит дополнительных для работы с отчетом. Ну, в первую очередь, это плагины для ID, для просмотра отчетов этих средств. Вот. Это какие-то способы удобной интеграции в ICI-CD-системы, там, или CNR-Coup, например. Вот такие вот вещи. Ну, и, как вы понимаете, постепенно я прихожу к вот этой замечательной мысли, что для SAS-CSA на самом деле очень удобно было бы использовать как раз один инструмент, чтобы это была какая-то одна штуковина. В общем-то, какие преимущества? Ну, мы нажали две кнопки и проверили сразу все. Это самое главное удобство, на самом деле, что все проверяется сразу, и никаких как бы не нужно иметь разных инструментов для этого. Вот. Кроме того, естественно, если это в одном все, в одной коробочке, то эта коробочка, если интегрируется в ID-шку, то интегрируется все. То есть это есть у тебя и во всех ID, и во всех CI-системах это сразу работает, и, ну, собственно, вот это все, сонаркук, я вспоминаю. Соответственно, эти штуки имеют отчет одного и того же форму, то есть и предупреждение SEA, и предупреждение SAS записываются одним и тем же образом, и, соответственно, отчет один и тот же. Можно его конвертировать. Например, в HTML, чтобы смотреть в той же CI-ке или где-то еще. HTML-отчет по поводу того, какие конкретно предупреждения были выданы. Из этого постепенно, из общего отчета вытекает то, что на самом деле просматривая предупреждение мы тоже будем все вместе в одном и том же интерфейсе. Вот, как правило, это будет ID какая-то, то есть Rider Visual Studio, например, чисто все вместе можно смотреть. Понятно, что там остаются все еще возможности фильтрации, предупреждения, сортировки, поиски и все. То есть все абсолютно возможности, они как бы все тут в одном месте. И для обоих, по сути, казалось бы, разных инструментов, но они в одном. Кроме того, удивительным образом получилось, что статический анализ позволяет подойти к поиску уязвимых зависимостей по-особому, немножечко так вот, по-своему. Ну, собственно, как и зачем вообще? Чуть-чуть откатимся назад. Вот, возьмем поиск уязвимых зависимостей, компонентов сам по себе. Мы берем зависимости проекта, казалось бы, ну, никакой проблемы. Берем все зависимости, сопоставляем эти зависимости с записями из базы. Ну, тупо как бы проходимся как-то поиском, и все хорошо. Выдаем произведение разной степени верности, потому что в какой-то, в уязвимости какой-то библиотеке мы прям очень уверены, что это вот та самая, где-то не очень, это нормально. На самом деле, для всех инструментов это актуально. Но часто людей не так сильно интересует наличие какой-то зависимости там типа, а интересует использование. И использование там в каком конкретно проекте там эта зависимость действительно вот именно используется, а не просто она там есть. И тут оказывается, что статический анализатор именно то, что нам нужно. Вот прям в точности решение этой проблемы дает статический анализатор, потому что он исследует исходный код, потому что он ищет места использования различных методов, конструкторов, свойств, прочих каких-то вещей. Он их обходит, он использует семантическую модель, вот эту вот развитую технологию. И, собственно, понимает не просто название метода типа, а понимает, из какой конкретно сборки этот метод пришел, и может узнать по сборке и версию ее, и даже под какую целевую платформу там, да, она собиралась. То есть все это вот оно есть, оно буквально вот уже готово, уже пользуетесь благодаря тому, что это статический анализ. Ну, собственно говоря, когда мы сборку получили, чего мы просто точно так же сопоставляем с базой уязвимости, также выдаем предупреждение. Вот. Есть еще один момент, вот я сегодня воспеваю получше, чем на каких-то пробных прогонах, есть еще один момент, анализ транзитивных зависимостей. Вот смотрите, допустим, наша сборочка имеет зависимость, которая содержит известную уязвимость. Ну, какая-то вот сборка имеет такую зависимость. Эта сборка тоже становится потенциально уязвимой, ну, очевидно, как бы, да, вот, потому что стрельнет в этой зависимости и, может, и стрельнет в самой сборке. А если от этой сборки зависим уже мы, мы становимся потенциально уязвимым проектом, да, или не становимся? На самом деле становимся, потому что неважно, насколько глубоко выстрелит, выстрелит оно прямо вот до конца, прямо нам в голову, что как бы не очень печально, и потом кому доказывать там, что ты не виноват. Вот, собственно, поэтому в нашей реализации, это спойлер небольшой, но да, вот мы сейчас занимаемся тем, что добавляем функционал проверки зависимости как раз в наш анализатор, в C-Sharp анализатор PWS Studio, вот. И мы в нашей тестовой сейчас текущей версии, если находим использование какой-то сборки, то мы проверяем не только саму сборку, но и все сборки, от которых она зависит, и так дальше, то есть. Вот. Однако этот момент немножечко спорный, этот момент немножечко страшный, это делать недолго, по крайней мере, в данной, в текущей реализации, работает все достаточно быстро, никак там не замедляет анализ, но супер-супер глубоко мы пока решили не копать, потому что можно прям очень какую-то сложную цепочку в итоге получить, и типа, ну, возможно, вероятно, так скажем так, вероятно, уязвимость будет маловероятна. Но это дискуссионный вопрос, мы можем как раз это обсудить позже, как и некоторые другие моменты по поводу реализации сессии, потому что у нас действительно возникал ряд вопросов по поводу того, как правильно сделать, например, ругаться ли там на каждое использование, например, да, там методы сборки, что, конечно, ну, кринжово очень, потому что очень много будет предупреждений, например, или как-то по-другому действовать, в общем, это все можно будет обсудить. Давайте подведем итоги. SAST, как концепция, позволяет производить поиск потенциально уязвимых фрагментов в исходном коде. SCE же позволяет производить поиск именно зависимостей вашего проекта, в которых есть какие-то известные миру уязвимости. Вместе и SAST и SCE ищут и явные угрозы, и скрытые угрозы, о чем мы говорили ранее. И, соответственно, в тандеме они позволяют обеспечить более высокий уровень безопасности и удобства, чем если используешь только SAST или только SCE. Это, опять же, логично. Ну и, как я уже заспойлерил, немножечко, в общем-то, именно вместе они, получается, будут представлены. Все шарп-анализаторы уже, конечно, есть SAST, то есть у нас есть уже там поиск проблем с различного рода безопасностью, но вот теперь добавится еще и поиск проблемной зависимости. И, кроме того, когда мы добавим SCE, я надеюсь, это будет уже относительно скоро. Мы постараемся, по крайней мере. Хотя сейчас обещать ничего нельзя. У нас получится так, что для каждой категории из списка вот этого Avast N21 у нас будут диагностические правила. То есть мы будем считать, что мы его покрыли, так сказать, вот этот топ. Мы молодцы. Маленький скриншот. Это тестовая версия. Вероятно, сообщение будет выглядеть немножечко по-другому. Скорее всего, номер диагностики будет не 5,630, но, тем не менее, вот такой вот маленький скриншотик, как это может выглядеть. То есть анализатор выдает сообщение, что замечено какое-то использование сборки такой-то, такой-то из такого-то пакета. Вот мы сейчас, текущая реализация, немножечко к пакетам привязаны. Вот. Показывается, какая это уязвимость. Вот. Ну и там, я не знаю, что еще. Говорим сообщение, типа, не надо так. Вот. Также можно увидеть внизу, что есть сообщение про транзитивное использование. Тут показывается не только, что, ну, вот там. Вы транзитивно используете. Как именно транзитивно, непонятно, да? То есть здесь цепочка показана, что, ага, от проекта мы зависим, от проекта Umbraka WebUI здесь зависит от System Web Extensions, он зависит от System Service Model, а тут System.http, а System.http, а, на, ах ты какая. Есть вот тут уязвимость. Ну, в принципе, как-то так. Есть парочка ссылочек, тройка ссылок, вот, на различные материалы, QR-кодики. Если вам будет интересно, может быть, почитать что-то, сам о вас посмотреть, вот, что это такое, потому что это действительно прикольная штука. Там описаны вещи, которые в приоритете стоит ловить, приоритетные, которые самые частые, самые опасные, вот. Ну, и, собственно, здесь немножечко про PS Studio и про SCA как концепцию, в принципе. Ну, я думаю, у меня все. Никита, спасибо большое за информативный доклад. Было, правда, очень круто, очень динамично. Я думаю, что много полезного ребят смогут о себе узнать. Я надеюсь. Сейчас, да, после доклада мы приглашаем всех перейти в дискуссию. Ссылка на нее появится сразу после того, как наш доклад завершится. Я напоминаю о том, что не забывайте ставить нашему докладу оценку. Это несложно, быстро. Нам будет очень приятно. И тогда мы можем заканчивать. Всех ждем в дискуссии. И желаю вам удачи там. Продолжение следует...